Президент Азербайджана Эльхам Алиев рассказал о нереализованных попытках пересмотреть в совбезе ООН резолюции по Карабаху. Об этом глава государства сообщил, принимая в Баку верительные грамоты нового посла Индонезии Хильди Хамида. Как вам известно, некоторые члены Совета безопасности хотели начать процесс принятия новых резолюций и решений. На самом деле это была попытка остановить наше правое дело по освобождению территории от оккупации. Эти попытки и преднамеренные тексты не ссылались на резолюции, принятые государствами членами Совета безопасности. Таким образом, Индонезия вместе с другими дружественными странами, членами движения «Неприсоединение» пресекла эти попытки остановить восстановление нашей территориальной целостности, и мы очень высоко оцениваем это. Мы благодарны за это. Это выражение солидарности, поддержки и дружбы. Таким образом, это политическая основа нашего сотрудничества, подчеркнул президент. Во время конфликта ваше правительство выразило поддержку Азербайджану. Мы высоко ценим это. Министерство иностранных дел выступило с заявлением в поддержку выполнения резолюции Совета безопасности ООН, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий. Мы вам за это очень признательны. Кроме того, парламент вашей страны, многие члены вашего парламента выразили солидарность и поддержку Азербайджану. Все это известно азербайджанскому народу, и это высоко оценивается правительством Азербайджана. Индонезия была среди других членов движения «Неприсоединение», которые оказали сильную поддержку нашей позиции в ходе дискуссии в организации объединенных наций во время войны. Президент Азербайджана Эльхам Алиев выразил благодарность Индонезии за поддержку позиции Баку по Нагорному Карабаху. «Мы особенно благодарны Индонезии за неизменную поддержку Азербайджана. Индонезия всегда присоединялась к резолюциям Генассамблеи ООН, а также организации исламского сотрудничества. Движение «Неприсоединение» и поддерживало справедливое дело Азербайджана», – сказал глава государства. Глава государства также пригласил индонезийские компании принять участие в развитии освобожденных территорий в Карабахе. По его словам, это укрепит двусторонние отношения между Азербайджаном и Индонезией. «Теперь мы должны смотреть вперед. После того, как Азербайджан освободил свои территории и восстановил территориальную целостность, появились большие возможности для экономического сотрудничества, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Мы хотим видеть индонезийские компании в качестве наших партнеров, подрядчиков для реализации различных запланированных нами проектов, а также для демонстрации нашего единства. Это наш план. Желаю вам приятного пребывания здесь, очень активной работы, потому что в экономической сфере еще многое предстоит сделать для того, чтобы еще больше сблизить наши страны. Уверен, что мы увидим хороший прогресс во время вашей деятельности в Азербайджане. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить актуальную информацию. Продолжение следует...